Посмотрите. А это все новая отмостка. Полностью вся новая отмостка. Вот так себя ведет бетон после ремонта. Покрытие уложили вдоль дома, выборочно. Примерно укатали две трети периметра здания. Остальное оставили. Свежий бетон ведет себя словно пластилин. Это потому, что рабочие сэкономили на материалах, уверяют некоторые инициативные жильцы. Вот яма. И слой какой. Посмотрите, какой слой. Слой примерно сантиметровый. Это называется опалубка сделана. У профессионалов эта поверхность называется отмосткой. По умолчанию искусственная полоса должна сдерживать от разрушения фундамент и попадания в подвал дождевых вод. Вот только не по адресу улица Весенняя, дом с номером 4. Говорят, в сезон осадков объема хватило бы на целый бассейн. Жители уверены, эту самую отмостку нужно сооружать заново, гораздо выше. На вот такой ремонт, по словам местных, из казны ТСЖ «Уют» ушло почти 100 тысяч рублей. Возмущаются. Решение принимала лично председатель. Таким итогом домочадцы остались недовольны. Мы взяли отчеты ежемесячные финансовые, посчитали, сколько мы платим лично деньги оттуда на счет. Получилось около 9 миллионов. Сейчас, в данный момент, получается, как, прошло уже 4 года практически, да, в доме ничего не сделано. Ну, как вы думаете, можно за 9 миллионов? Ну, там, понятно, отчисляется туда-сюда. Да, ну, все равно остаются уже деньги. Можно же сделать ремонт в доме? Эту недоделку еще можно исправить, уверяет наш эксперт, юрист Дмитрий Лебедь. Если работы по ремонту общего имущества были выполнены некачественно или со скрытыми недостатками, то управляющая компания должна обратиться с претензией к подрядной организации, осуществлявшей данные работы. В случае бездействия должностных лиц необходимо обратиться в прокуратуру. Отремонтировать просят барнаульцы и некоторые подъезды. С лестницей, лестницы просто вообще, ну, по ним ходить невозможно. С ребенком с коляской идешь, если спотыкаешь, спадаешь, это вообще от керамограниц спотыкаешь. Жители вот этой многоэтажки по улице Профинтерна 44Б мрачно шутят. В доме можно смело проводить экскурсии. На тему «Так жить нельзя». За входной дверью полная разруха. Знакомство можно начинать с первых этажей. Интерьер действительно похож на декорации фильма о второй мировой. Стены лестничных пролетов в сколах и трещинах, проводка наружу. Надписью вот это все, потому что, опять же, не работает дверь. То есть здесь постоянно кто-то здесь, да, по ночам вот эти рекламы, опять же, сайтов непонятны. Этажами выше все те же изуродованные надписями стены, искрящиеся провода, разбитый кафель. Удивительно, но это не результат бездействия управляющей компании. Дело в самих жителях, говорит Евгений. Добавляют большинство из них злостные неплательщики коммунальных услуг. Вот и выходит, что компании просто нечем покрыть расходы на ремонт. Те, которые не платят, я не знаю, как с ними бороться. То есть, может отключать или как-то, но они не платят. Долг управляющей компании существует здесь меньше года. Долг уже к миллиону идет на доме. Тут много очень муниципальной собственности, которая не относится, я так понял, к управляющей компании. Ну, там должен муниципалитет. Но муниципалитет здесь вообще никакие дела не имеет. То есть, они пишут письма, и когда пишут жалобы в администрацию, они перенаправляют это все в управляющую компанию. То есть, на них это все свешивают. Выход есть, говорит тот же юрист Дмитрий Лебедь. Если действующего тарифа на содержание общего имущества не хватает для проведения необходимых работ, то собственники должны принять решение о повышении тарифа или финансировании необходимых работ прочими расходами. Что предполагает провести собрание, где будет решено дополнительно финансировать необходимые работы. Но другое дело, что здесь вновь появится все та же проблема в виде неплательщиков. Правда, с такой группой людей коммунальщики научились бороться. Например, отключают канализацию в отдельно взятой квартире. Ведь, как известно, долг платежом, в том числе и коммунальным, красен. На этом все. Указываем наш номер телефона 722-301. Это на случай, если вашим домом управляют недобросовестные службы или, как показывает практика, живут недобросовестные соседи. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Информационный канал «Город». Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Информационный канал «Город». Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Информационный канал «Город».